Мы находимся у церкви Рождества Христова в селе Рождествено, где служил священномученик Емельян Гончаров. Священномученик Емельян Гончаров родился 5 августа 1882 года в селе Старая Полтавка Новоузенского уезда Самарской губернии в семье Антона Гончарова. Село было основано в первой половине 19 века перезеленцами из левобережной Украины. Небесным покровителем младенца во святом крещении стал священный исповедник Емельян, епископ Кизический, память которого празднуется 8 августа. Точно неизвестно, когда Емельян уехал из родного села, но окончив шестилетний курс городского училища во Владимире, он с 1904 по 1907 год был послушником Боголюбова Рождественского Богородицкого мужского монастыря в селе Боголюбово под Владимиром. 6 февраля 1907 года Емельян был временно допущен начальством к исполнению обязанностей псаломщиков церкви Святого Андрея Критского села Андреевского Туркина Александровского уезда Владимирской губернии. Он поступил на место отца своей невесты, псаломщика Иоанна Львовича Кудрявцева, умершего 15 декабря 1906 года. 16 февраля 1907 года состоялось венчание 24-летнего Емельяна Антоновича Гончарова и 28-летней Пелагии Ивановны Кудрявцевой. Жили они вместе с тещей. 27 мая того же года Емельян Антонович был принят в духовное звание и допущен к исполнению должности псаломщика. Жалование псаломщика, особенно в небольшом приходе, каким был Андреевский, было маленьким, жили бедно. Подспорьем для семьи было занятие сельским хозяйством, а также пенсия 50 рублей в год, которую из Александровского уездного казначейства получала вдова Просковья Андреевна Кудрявцева. Много позже в анкете для арестовавших его сотрудников НКВД отец Емельян в графе «Имущественное положение» до 1917 года укажет дом, двор с надгорными постройками и корову. Больше земного стяжания в их семье не было. 5 марта 1908 года в семье Гончаровых родился сын, названный Александром. Крестили его на следующий день после рождения в Христорождественском соборе в Александрове. Восприемником младенца стал настоятель собора Николай Иванович Флоринский. 21 октября 1910 года в Гончаровых родилась дочь Нина, скончавшаяся в младенчестве. 13 апреля 1912 года второй сын Иоанн. 15 октября 1913 года третий сын Михаил, скончавшийся 31 июля 1914 года. 11 декабря 1912 года Емельян Антонович Гончаров был утвержден в должности псаломщика села Андреевского Туркина. Служил он в этом приходе более 8 лет. 8 мая 1915 года Емельян Антонович был переведен на новое место служения в Свято-Никольскую церкви в села Нестерова Переславского уезда. 9 сентября 1916 года Емельян Гончаров был по его собственному прошению возвращен на прежнее место служения в село Андреевское Туркина. 11 июля 1918 года уволился с должности псаломщика и вскоре переехал в Саратовскую губернию. В 1921 году Емельян Гончаров был рукоположен во гиакона. Известно, что в 1924 году дьякон Емельян Гончаров служил в Новоказанской церкви Саратова вместе с ее настоятелем, протеиереем Львом Архангельским. 16 марта 1929 года Новоказанский храм был закрыт. В 1930 году оставшийся без места дьякон Емельян был рукоположен во иерея и продолжил служение в храмах Саратова. В 1932 году священник Константин Спиранский предложил ему перевестись в храм Рождества Христова в селе Рождествено Новопетровского района Московской области, где он сам когда-то служил и где теперь умер священник. Отец Емельян согласился и получил благословение, стал служить на новом месте. В 1933 году отец Емельян был награжден набедренником. В 1936 году с куфией. 7 октября 1937 года власти арестовали священника и заключили в тюрьму в городе Волоколамске. При обыске в амбаре, который ранее принадлежал церкви, а ко времени служения здесь отца Емельяна стал принадлежать школе, было найдено 25 патронов к винтовке. Также в амбаре обнаружилось много церковной литературы и журналов Московской патриархии. На основании того, что священника видели заходившим в этот амбар, ему приписали хранение этих патронов и участие в контрреволюционной деятельности. В тот же день был вызван на допрос в качестве свидетеля председателя сельсовета, который сказал, В августе 1937 года священник, придя в сельсовет, говорил «Почему вы мне не разрешаете ходить с иконами по домам верующих? В Конституции пишут, что можно ходить, а вы не разрешаете». Гончаров заявил, советская власть выпустила Конституцию для обмана народа. В Конституции пишут одно, а на деле делают другое. 15 октября начальником Новопетровского районного отдела управления НКВД по Московской области было подготовлено обвинительное заключение по делу, обвиняемого по статье 58.10 Уголовного кодекса РСФСР Гончарова Емельяна Антоновича. О степени грамотности и проработанности данного документа свидетельствуют произошедшие превращения. Родное село Святого Емельяна из Старой Полтавки превратилось в станцию Политовку, Новоузенский уезд в Нижнеузельский, а автономная республика немцев по Волжье в Украинскую Советскую Социалистическую Республику. Даже фамилии лжесвидетелей, давших показания против отца Емельяна в обвинительном заключении, напечатаны с ошибками. Тем не менее, дело номер 11790 было передано на рассмотрение тройки УНКВД по Московской области. 22 октября отца Емельяна доставили в московскую тюрьму номер 1, где и была сделана единственная известная сегодня фотография Святого. На тюремных фотографиях видно, что и там страдалец оставался в священническом подряснике. Он предстал перед своим палачами. Не согласившись с лживыми словами обвинителей и не отказавшись от одежды, данной ему как служителю алтаря Господня, 3 ноября 1937 года тройка УНКВД приговорила отца Емельяна к расстрелу. Священник Емельян Гончаров был расстрелян 5 ноября 1937 года и погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутова под Москвой. 30 июня 1989 года прокуратуру Московской области реабилитировала Емельяна Анатольевича Гончарова. На юбилейном архиерейском соборе священник Емельян Гончаров был причислен к лику святых новомучеников и исповедников Церкви Русской.